Здравствуйте, меня зовут Денис, я буду рассказывать о 12 факторных приложениях. Меня слышно? Да, я слышу. Это набор лучших практик, или даже скорее методология по разработке приложений, которые будут готовы к горизонтальному масштабу, готовы к развертыванию на современных облачных платформах, и в общем-то, которые просто разрабатывают. Я буду больше говорить про масштаб, буду меньше говорить про микросервисы, но просто микросервисы сейчас очень актуальное слово, я не мог его не использовать в своих презентациях, с иголом. Другие много же пришло. Еще одно замечание, которое я бы хотел сделать с самого начала, это то, что часть из терминов, которые я буду использовать в презентации, у них еще нет устоявшегося перевода на русский язык, поэтому я буду использовать те, которые я посчитал наиболее точным, но буду приводить английские оригиналы рядом, чтобы было понятно, о чем я говорю. И это касается же и самого названия 12-фактора, я перевел это как 12-факторное приложение, но, может, это не совсем точный перевод. Сама методология полностью и подробно описана на сайте 12-фактор.нет. Кому удобнее презентацию смотреть со своего устройства или как-нибудь еще, она доступна по ссылке. 12-факторное приложение – это методология, которую придумала и до сих пор поддерживает компания хирургу, это довольно известный облачный провайдер. И эта методология, она касается как разработки, так непосредственно внедрения, так и работы приложения, чтобы при разработке приложений все зависимости и сама настройка приложения имела декларативный формат, чтобы можно было легко подключить новых разработчиков, чтобы приложения имели четкий контракт с операционной системой, чтобы можно было запускать в разных окружениях, на разных серверах. И третье – это чтобы сделать расстояние между разработкой и работой приложения как можно меньше и разворачивать приложение непрерывно. Соответственно, приложение, которое будет написано или спроектировано или запущено с помощью этой методологии, будет отлично работать на современных платформах, будет готово к масштабированию сразу, то есть не надо будет, когда возникнет вопрос масштаба или нагрузки, еще чего-нибудь, не надо будет переделывать архитектуру или взаимодействие разработчиков или еще что-нибудь. Важную реварку сделаю, что логично, что поскольку этот манифест поддерживает компания хирургу, то приложение, написанное с помощью этих методов, наиболее хорошо, легко и просто запускается на платформе хирургу. Можно было бы заподозрить в этом какую-то рекламенность, но в последние несколько лет все больше облачных провайдеров подключается к этому манифесту и применяют эти практики. Я тут привернул D-Lase – это общего назначения, Fortrebit – это PHP-платформа, и поэтому эти практики будут полезны. Более того, если вы используете в продажере докер, то, скорее всего, ваше приложение уже соответствует 12 факторам, поэтому можете встать и пройти на соседний деклант. А, соответственно, если вы собираетесь, то вам будет интересно услышать. Как я уже сказал, 12 факторов – это 12 рекомендаций. Еще хотелось бы заметить, что это является именно рекомендациями и лучшими практиками из опыта работы команды хирургу. То есть тут не будет ничего революционного, это просто революционное развитие всех мыслей, которые были насобраны об облачных приложениях. Первый фактор – это кодовая база. Не хотелось бы об этом говорить в 2015 году, но, я надеюсь, у всех код хранится в предпозитории к системе контроля версии. Но если не хранится, то это надо сделать. Это может быть та система контроля версии, которая вам нравится, и должно быть четкое соответствие между приложением и системой контроля версии. То есть на каждое приложение у вас должен быть один репозиторий. Ну или несколько репозиторий с корневыми коммитами, если это один, то есть вроде как он децентрализированный, но код должен быть один. Если у вас в одном репозитории лежит несколько приложений, то это у вас не приложение, а распределенная система, и вы должны разделить ее на несколько приложений. И каждое приложение по ампирности должно соответствовать 12 фактам. Если у вас наоборот используется в нескольких приложениях код из одного репозитория, для гита это гитмодуль, то это значит, что это у вас библиотека, вы должны сделать ее как библиотека и объявлять ее зависимость как библиотеки, а не подтягивать оттуда код. Соответственно, из этого одного репозитория вы можете делать сколько угодно деплоев. Ну понятно, что самый простой деплоев это у разработчика на компьютере, финальный деплоев на продакшене это на сервера, может быть куча промежуточных для тестирования, еще для чего-то. Понятно, код в них может различаться, то есть могут быть разные метки, но в любом случае код должен всегда браться из одного репозитория. Второй фактор, это то, о чем мы уже продолжим говорить, это зависимость. Приложения 12 факторов не должны иметь неявных зависимостей. Тут два момента. Первый, это есть системные зависимости и системные пакеты, которые устанавливаются и доступны всем приложениям на данном компьютере или на данном сервере, как бы это ни называлось. И есть зависимости, которые устанавливаются только для этого приложения, так называемый вендеринг, ну смотря какой системой пакетов вы пользуетесь. Вот, если пакеты еще более-менее явно объявлены, то системные зависимости почему-то в основном описываются как бы вредны или еще где-нибудь. Такого допускать нельзя, поэтому все зависимости, и системные, и программные должны объявляться явно. Все современные языки для веб-разработки, ну большинство из них, по крайней мере, которые я знаю, имеют свои менеджеры пакетов. У каждого менеджера пакетов есть так называемая декларация зависимости, это файл, определенно там или геофайл, или композер файл, или как бы оно ни называлось в других языках, там не перечислены все зависимости. Кроме этого, обязательно использовать инструмент изоляции зависимости. Я сейчас на следующем слайде покажу для нескольких языков, но суть в том, что инструмент изоляции зависимости не должен допускать, чтобы какая-нибудь зависимость просочилась внутрь вашего приложения. То есть, если зависимость, не объявленная библиотека, не объявлена в декларации, приложение не имеет права его использовать. Для этого используется инструмент изоляции зависимости. Оба этих инструмента надо использовать вместе, чтобы приложение можно было перенести довольно легко на другой компьютер. И это особенно важно для таких, казалось бы, обычных пакетов, типа Curl или ImageMagick, который, в общем-то, установлен везде. Но нет никакой гарантии, что в том месте, где администратор будет разворачивать ваше приложение, эти пакеты будут. Поэтому их тоже надо указывать явно. Кроме этого, если вы точно будете следовать этой рекомендации, подключение новых разработчиков к проекту станет намного проще, потому что он сможет установить все зависимости, проконтролировать, что они работают, с помощью одной какой-нибудь команды. Ну и, собственно, для разных языков, для раби и для изоляции, для декларации используется гембандер. В гемфайле у него зависимости, bundle.exe позволяет изолировать зависимости, чтобы использовались только они. Для Node.js, это NPM и NPM. Для ПКП, к сожалению, насколько я сейчас понимаю, менеджер зависимости есть, а инструмента изоляции зависимости нет. То есть вы в ПКП можете использовать все, что у вас установлено, и никто вас не остановит. Третье правило — это конфигурация. Важно заметить, что конфигурация — это все то, что может меняться между развертываниями, то есть там, где запущено приложение. Приложение от 12 факторов должно строго разделять то, что является конфигурацией, и то, что является кодом. Конфигурация является в основном настройкой сторонних служб, настройкой баз данных, подключение к сторонним сервисам, кобитам, к Twitter, Google Maps, еще чего-нибудь, имя, каста. Это все является конфигурацией. С другой стороны, надо понимать, что, допустим, контроллеры по умолчанию, роуты, еще что-нибудь, это является кодом. Ну, хотя он называется в некоторых языках и фреймверках конфигурацией, но это надо считать кодом. Простой проверкой того, что является кодом, а что является конфигурацией, можно сделать так. Если вы можете опубликовать весь ваш код в открытый доступ, и при этом вы ничего не скомпрометируете, никакие свои данные, подключение к базам данных, логин и паролей, значит, вы все сделали правильно. Опять-таки, не хотелось бы об этом говорить, но некоторые до сих пор хранят конфигурацию как константы в коде. Но так делать нельзя, и это, в общем-то, понятно. Второй вариант, который уже более приемлемый, это хранение конфигурации в конфигурационных файлах. То есть, допустим, у вас есть где-нибудь файл database.umr, в котором описаны параметры подключения к базе. Этот подход хорош, но у него есть несколько существенных недостатков. Ну, первый недостаток, что вы можете его случайно сохранить в репозитории и скомпрометировать свои персональные данные. Второе, что такие файлы обычно хранятся в разных форматах и в разных местах. То есть, файл подключения баз данных у вас лежит в формате e-mail в одной папке, а конфигурации подключения к API у вас лежат в другой папке и, возможно, в другом формате в каком-нибудь. И третье, самое важное, что такие файлы обычно специфичны для фреймворка и для языка. Если у вас в приложении будет использоваться, допустим, если у вас в гетерогенное приложение используется несколько языков программирования для разных участков кода, то тогда файлы конфигурации у вас тоже должны дублироваться и причем вы должны следить за тем, чтобы они хранились. Поэтому в приложении 12 факторов должно хранить конфигурацию в переменных окружениях. Но, собственно, это свойства окружения, они должны храниться в переменных окружениях. Здесь я привел пример для PHP и для Ruby, но в других языках получение значений переменных окружений должно быть приблизительно таким же. Плюсы этого подхода, что, во-первых, все значения конфигурации доступны в одном месте, как их можно сразу посмотреть, сразу исправить. И они не зависят от того языка, который вы используете. То есть вашему, допустим, д-опсу, который разворачивает приложение, не обязательно знать, на каком языке и на каком фреймворке сделаны эти настройки, если у него есть перечень конфигурационных данных, которые надо записать. Еще одним подходом является группировка конфигураций, конфигурационных значений по окружениям. Ну, допустим, есть там development окружения, в котором прописана база данных на local cost, там еще в каноне call name какой-нибудь local cost, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И, соответственно, есть production. У такого подхода есть несколько недостатков. Первое, что когда этих окружений, когда команда будет становиться больше, когда будет становиться больше разных промежуточных развертываний, количество этих файлов будет вырастать. То есть у вас появится файл, кроме development.test, у вас появится staging, у вас появится period, кроме этого у каждого разработчика еще будет свой локальный файл. И в таком случае изменение одного значения в одном файле, ну, допустим, тип подключения к базе данных. Вот вы меняете там, я не знаю, порт на MySQL, вы должны во всех файлах его поменять, во всех файлах его поддерживать и всех еще помещать, что у вас в этом файле поменялось там подключение к базе данных. Приложение 12-факторов воспринимает каждый параметр конфигурации, каждый настройок конфигурации как независимую переменную. И это, в общем-то, логично. Чего нельзя достигнуть с помощью файлов окружения. Допустим, если у вас есть доступ к копии к Twitter, то оно, в общем-то, не зависит от подключения к базе данных. Поэтому нет смысла их группировать в один, только потому что это у вас используется на продакшене. Четвертый фактор касается сторонних служб. Сторонних служб – это все то, что надо приложению для работы. Это базы данных, это кэширующие сервера, это сторонние API, это почтовые сервера. Причем сейчас используются как, ну, все используют или локальные службы, или сторонние службы, или службы, предоставляемые третьим лицом. То есть, допустим, мой сервер может быть как установлен на той же машине, там, где развернуто приложение, так стоять на отдельной машине, так и предоставляться третьей стороной, допустим, каким-нибудь мандрилом. Приложение 12 факторов не должно делать различий между локальными и сторонними службами. То есть, простой пример, если базу данных MySQL локальную заменить на какой-нибудь Amazon RTS, код приложения не должен меняться. То есть, все данные конфигурации, подключение адреса, еще что-то, мы должны храниться в конфигурации. Конфигурация хранится в переменах окружения. И приложение не различает, локальный это ресурс или удаленный. Кроме того, оно нужно воспринимать это как ресурс. То есть, если база данных вдруг случайно падает, то это не должно мешать приложению продолжать работать, в том плане, что администратор отключает предыдущую базу данных, поднимает новую с бэкапом и подключает вас снова. Приложение не должно знать, что что-то произошло за пределами, потому что оно не управляет базой данных. Сборка, релизы и выполнение – это пятый фактор. Приложение, чтобы превратиться из кода в развертывание, в продакшн, приложение проходит три стадии. Первая стадия – это стадия сборки, когда из кода погружаются все зависимости от чего зависит приложение. Если компилируемый язык, компилируется код в бинарные файлы, если это интерпретируемый язык, то все равно компилируются файлы ресурсов, то есть, такие CSS, HTML, как бы это ни было. Все это упаковывается в кучу и называется сборкой. Сборка на этапе релиза соединяется с конфигурацией, которая для данного окружения, ну, если это локальная машина, то конфигурация локального окружения. И все это превращается, переходит на этап релиза, где оно просто выполняется. Приложение 13 факторов должно строго разделять эти этапы. То есть, сама по себе сборка может быть довольно сложным процессом, там, подгрузка, зависимость, проверка. Ничего страшного. Проверка совместимости зависимости. Сейчас у меня слайды есть, если вспечатаны. Ну, я уже договорю про зависимости. Это важно. На этапе сборки... Сборки, сборки. Следующий. Ну, по крайней мере, первый в рядам будет одновременно и видно, и слышно, да? Кто занимал в конце, как бы, тот может подключиться, я ссылку кидал, и посмотрел. Да, вот раздохну. Вот. Значит, сам по себе этап сборки может быть довольно сложным, в том плане, что подгрузка зависимости, зависимости могут иметь конфликты, компиляция ресурсов, то есть, допустим, я не знаю, к кому быть, ССС может не скомпилироваться по какой-то причине, поэтому этот процесс должен контролировать разработчик. После того, как разработчик сделал сборку, и сборка превратилась в релиз, изменений никакие нельзя уже вносить, поскольку релиз – это законченный набор для того, чтобы выполнять его на, ну, соответственно, на продакшене, или на стейджинге, или еще где-нибудь. У релиза есть только два варианта работы. Первый – каждый релиз, он как-нибудь пронумерован, то есть, это может быть или номер коммита, или какая-нибудь дата, или условная нумерация. Это значит, что можно или запустить текущий релиз, или отходиться к предыдущему релизу. Все то, что можно сделать с релизом. Если надо внести какую-нибудь правку, даже если это маленький хотфикс, то все равно надо запустить весь процесс сначала, начиная со сборки, поскольку релиз не должен изменяться. И самое важное дает преимущество, это дает преимущество того, что последний этап, который непосредственно в выполнении, должен быть максимально технически простым. То есть, там не должно быть никакого подтягивания зависимости или компилирования ресурсов. То есть, выполнение – это просто запуск какого-то набора процесса, и он должен выполняться автоматически. То есть, если, допустим, рестартует сервер, или этот релиз запускается на новой машине, и должно не требоваться вмешательства программиста, или администратора, или кого бы там еще ни было. Следующий слайд. Следующий – это процессы. Приложение, ну, как и любое приложение, обязательно приложение 20 факторов запускается, как один или несколько процессов. То есть, если на компьютере разработчика, это может быть один процесс, который запущен из командной строки, если это продакшн, то это может быть несколько серверов, на которых в каждом из них запущено несколько процессов, и они работают все, можно сказать, и они работают независимо. Если вы разрабатываете и исследуете методологию 12 факторов, то ваши приложения не должны сохранять внутреннее состояние и не должны иметь разделяемых данных. То есть, процесс может использовать, допустим, оперативную память или хранилище свое для временных ресурсов. То есть, если, допустим, получается большой файл, его надо где-то сохранить в темпе, как-то обработать и загрузить. Но процесс всегда должен помнить, или процесс, или приложение, что следующий запрос не обязательно придет этому процессу. Или даже если это воркер фоновый, он должен понимать, что следующая задача не обязательно будет выполнена им. Соответственно, все данные, которые надо хранить между запросами или между выполнением задачи, должны храниться в постоянных хранилищах. То есть, если это данные пользователя, какие бы то ни было, они должны храниться в базе данных. Если это прикомпинируемые шаблоны или еще что-нибудь, это все вообще должно делаться на этапе сборки, о котором я говорил на прошлом слайде. И самое важное, о чем часто, допустим, сессии, хранят в памяти локальной машине, так тоже делать нельзя. Сессии должны храниться в соответствующем каком-нибудь хранилище, которое поддерживает Expire Time. Это может быть или Мамикэшт или Рейдис. Это важно, во-первых, что процессов может быть несколько. То есть, ваше приложение сразу готово запускаться на нескольких физических машинах. И второе, что процесс всегда должен быть помнить, что он может вдруг завершиться. Причем или аварийно, или не аварийно. Если вы решили поменять, допустим, на более мощный виртуальный сервер, то тогда процесс перезапустится, но он не потеряет никакие данные пользы. Следующий пункт – это привязка портов. Но привязка портов, по-моему, не очень точная. Перевод называется портбиндинг. Сейчас приложения, особенно на таких языках, как ПКП и Ява, они выполняются в контейнере веб-сервере. То есть, есть для ПКП контейнер Апач. Апач запускает потоки, не совсем потоки, он запускает код процесса Апача, который уже непосредственно выполняет код. То же самое для Ява, который выполняется в домкаре. Но само наличие по себе этого сервера и настройка его на то, чтобы выполнять вот эти вот процессы, код процессы, выполнять, является неявной зависимостью. То есть, она нигде не прописана на уровне приложения. И поэтому, чтобы развернуть его где-нибудь на новом месте, надо точно объяснить, причем вручную объяснить в каком-нибудь ритме, что там должен быть какой-то сервер так-то настроен. Приложение 12 факторов не должно зависеть от неявных зависимостей и не должно зависеть от сервера. Оно должно экспортировать себя как порт и прослушивать его. Обычно это достигается, но я сейчас покажу на некоторых языках, тем, что приложение объявляет веб-сервер как свою зависимость, зависимость от библиотеки, и обрабатывает весь, все запросы внутри себя целиком, в своем рабочем пространстве. То есть, если, допустим, в Python нету торнадо, то есть он просто открытый порт, поэтому в открытом порту попадают какие-нибудь данные, это может быть хттп, это может быть какой-нибудь, между прочим, джайвер протокол, XMP протокол или другой, и оно полностью обрабатывает его в своем пространстве. Это можно сделать на явер, это можно сделать на рубе. Опять-таки, отдельно отмечу, PHP. PHP теоретически это можно сделать с помощью React PHP, но на практике, я думаю, это создаст больше проблем, пока, создаст больше проблем, чем решит. Вывод из этого всего, что кроме этого, приложение может выступать сторонней службой любому другому приложению, которое написано с помощью 12 факторов, о чем мы говорили раньше. Восьмой фактор – это конкурентность. Обычно приложение, и даже уже сейчас, оно все равно состоит из многих разных процессов, но эти процессы обычно скрыты от разработчика. Допустим, если это PHP, то Apache запускает на каждый входящий запрос, ну, приблизительно так, на каждый входящий процесс, в котором выполняется какая-нибудь задача. В Яве процессы тоже есть внутри, вот там их мультиплексируют, как-то выделяет им память, они тоже есть. В приложении 12 факторов процессы должны стать существами первого класса, то есть разработчик их должен видеть, разработчик их должен проектировать. Когда разработчик проектирует процессы, он должен распределять нагрузку по соответствующим типам процессов. То есть, допустим, если есть обработка веб-запросов, должен быть веб-процесс, который занят обработкой входящих подключений. Если есть какой-нибудь воркер отправкой e-mail, то это должен делать другой процесс, другим типом. И третье, это может быть, я не знаю, там, обработка видео, еще что-нибудь. Процессы не должны... Процессы не должны иметь разделяемых данных, то, о чем мы говорили на предыдущих факторах, и поэтому они могут выполняться параллельно. Процессы должны, кроме этого, не запускаться, а выполняться. То есть, менеджер, который... Менеджер — это как приложение, а не как человек, который запускает процессы, должен не просто запустить его и, там, демонизировать и где-нибудь хранить его, а непосредственно следить за его выполнением. Это дает несколько преимуществ. Во-первых, менеджер должен контролировать, что процесс выполняется, должен как-нибудь реагировать на то, что процесс упал, и что-нибудь как-нибудь его перезагрузить. И кроме этого, он должен перенаправлять вывод процесса дальше, что процесс как-нибудь работает, выжет не будет армией. Это дает преимущество по сравнению, допустим, с демонизацией процесса, что вам не надо проверять, как-нибудь искать его по списку процессов, где же он у вас находится и работает. Девятый фактор – это одноразовость. Это значит, что каждый процесс и само по себе приложение должны очень быстро запускаться и корректно завершаться, если что-то пошло не так. И возвращаясь к тому, к этапам сборки и выполнения еще что-нибудь, само по себе выполнение процессов или старт на новой машине не должен включать в себя там, я не знаю, прогрев какого-нибудь, в Яльве используется слово прогрев, я же очень смешно, не должен использовать подгрузку библиотек на этапе выполнения еще что-нибудь. То есть между командой старт и тем, как приложение готово принимать запросы, должны проходить как можно меньше времени, но желательно, чтобы это было до совсем секунды. Что это дает? Первое, это дает возможность все-таки непрерывного развёртывания, то есть если разработчик опубликовал какой-нибудь релиз, он должен быть сразу доступен на продакцию. Второе, он дает возможность физически переносить процессы с разных машин. То есть если надо масштабировать или наоборот уменьшить нагрузку на процесс, то его можно легко перенести и стартануть на другом рисунке. Я так рад. Кроме этого, процесс и приложение всегда должны помнить, что они могут завершиться аварийно и всегда быть к этому готовы. На самом деле аварийное завершение это не так уж страшно, и приложение должно об этом помнить. Поэтому, если это КТТП-запросы, поэтому если это КТТП-запросы, они должны быть короткими. Если КТТП-запрос длинный или еще что-нибудь, то клиент должен иметь возможность переподключиться к другому процессу. Фоновые задачи должны всегда работать с какой-нибудь очередью, причем эта очередь должна быть спроектирована так, что если обработчик упал или не ответил там в течение какого-то определенного времени, задача должна возвращаться в очередь. И все задачи, как КТТП-запросы, так и фоновые задачи должны быть повторно необходимы. Это значит, что эту задачу можно выполнить еще раз, если она не была закончена. То есть, соответственно, использование механизма транзакции, повторного возвращения в очередь, еще, еще, еще. Десятый фактор. Он называется DevBroadBarity, на русском языке, скорее всего, барритет разработки. И он говорит о том, что разработка и непосредственно рабочее окружение, то есть там, где приложение работает с пользователями, должны быть как можно ближе. Сейчас между разработкой, не везде, но в большинстве или компаний, или разработкой, между разработкой и работой приложения есть довольно большой промежуток. Причем этот промежуток выражается троняшком. Во-первых, это происходит в разное время. То есть, разработчик разрабатывает код, а на продакшен он попадает, допустим, через две недели, в конце какого-нибудь цикла. А второе, это делают разные люди. То есть, разработчик пишет код, а опция инженера или кто-нибудь другой разворачивает это приложение, запускает его и смотрит, как оно работает. Третье, это чаще всего используются разные инструменты. То есть, допустим, разработчик у себя использует простой пример сессии, сессии в памяти, а на продакшене сессии хранятся в ММК-штегу. Приложение 12 факторов предлагает вам и нам как можно ближе сделать разработку и развертывание. Первый факт сделать его ближе по времени, чтобы между тем, как разработчик сделал код, протестировал его и он попал в продакшен, проходили часы ну или там минуты как получится. Второе, чтобы это делали одни и те же люди. То есть, разработчик, который написал код, должен, ну если не разворачивать сам, то хотя бы принимать участие в развертывании приложения, в развертывании своего кода, и он должен следить за тем, как его код ведет себя на продакшене, чтобы он понимал, что там вообще происходит. И третье, это должны использоваться одни инструменты, я об этом поговорю а вот прямо сейчас. Должны использоваться одни и те же инструменты. То есть, если на продакшене используется пастгресс, то нельзя использовать на тестировании или при локальной разработке нельзя использовать MySQL. Если на продакшене используется Nginx, то Nginx надо установить и на тестовом окружении, и у разработчиков. Тут можно заметить, что все современные языки и фреймворки предоставляют так называемые адаптеры, то есть адаптеры подключения к базе данным, адаптеры подключения к серверам пеширования, которые теоретически должны скрыть различия между разными типами баз данных, серверов пеширования, еще, еще, еще. Но у адаптеров есть ряд недостатков. Первый это, что как бы они, адаптеры, не абстрагировали разные различия между базами данных, очень незначительное несоответствие может очень дорого стоить. Почему? Потому что несоответствие между окружением разработчика и продакшена можно увидеть только в одном времени, когда, собственно, код уже разгорнут на продакшене. И это самые дорогие ошибки, это когда она уже там видна, в самом конце. С другой стороны, сейчас с помощью современных менеджеров пакетов, всяких легковесных виртуальных машин вагрантовских, стоимость поднятия любых серверов у разработчика, любых служб у разработчика она практически нулевая. Да, то есть, чтобы у себя поднять там менгэш, фасгресс и еще что-нибудь с помощью системы провизирования, провизирования, типа чеф или папет, ничего не стоит, чтобы потом ловить эти ошибки уже непосредственно на продакшене. Тут надо сказать, что адаптеры в общем-то нужны, ну, потому что их делают, они нужны, но они нужны только в том случае, если вы захотите в целом проекте поменять одну зависимость на другую, то есть, если вы переходите всем проектам с MySQL на Postgres, то тогда его надо поменять на продакшене, поменять на всех промежуточных развёртываниях и поменять на машинах разработчиков. Одиннадцатый фактор это логи. Логи это, ну, все представляют, как они выглядят, это поток событий по работе приложения. Очень важное свойство у логов, что у него есть только одно свойство, которое состоит в том, что события происходят один за другим, больше у логов нет никаких дополнительных свойств. Поэтому приложение 12 факторов относится к логам как к потоку событий. То есть, само по себе приложение никогда не сохраняет и не маршрутизирует логи и не перенаправляет куда-нибудь. Этим должен заниматься менеджер процессов, который запускает непосредственно приложение. Приложение 12 факторов выводит без буферизации свой вывод просто в STD. У этого есть важная причина. Поскольку даже одинаковые процессы, то есть, есть приложение, которое принимает веб-запросы и обращается в базу данных. Во-первых, процессов, которые обрабатывают допустим веб-запросы может быть несколько. Если каждый из них будет хранить свои логи, то их никак нельзя агрегировать. С другой стороны, любое приложение зависит не только от процессов и от самого себя, но еще зависит от сторонних служб, которых тоже есть свои логи, которые тоже надо как-нибудь анализировать. Ты понял? Я быстро. Поэтому все логи должны отправляться в STD. А менеджер процессов уже должен непосредственно заниматься тем, что перенаправляет логи в какую-нибудь систему или специальное логирование типа лог-клип или в систему общего назначения тот же коду, по которому мы так и классно говорили. И это позволяет во-первых, исследовать систему целиком, то есть искать события не только по веб-серверу, а одновременно с событиями из баз данных и сторонних служб из какого-нибудь блог, твиттера, пи, строить долгосрочные тренды, то есть не за день, а за какой-то период, и оповещать в случае если количество ошибок превысило какое-нибудь значение. Последний процесс администрирования, кроме постоянных процессов, в приложении всегда встречаются процессы, которые надо запустить или единоразово, или очень редко, допустим, миграция баз данных, допустим, консоль приложения обзадает каких-нибудь суперпаролей или настроек пользователя и какие-нибудь разовые скрипты исправления ошибок в базе данных. Соответственно, все эти процессы должны подчиняться всем тем же правилам, которые мы говорили про процессы в предыдущем, то есть код задач администрирования должен храниться в репозитории, он должен быть синхронизирован с кодом релиза, то есть если задача какая-нибудь надо для этого релиза, она должна лежать возле этого релиза, конфигурация всей задачи должна лежать в окружении, чтобы его можно было запустить на любой машине, и в зависимости, даже если эта зависимость нужна только для того, чтобы выполнить административную зависимость, ее надо объявлять вместе со всеми зависимостями приложения, чтобы ее можно было выполнить на любой машине, на которой запущено это приложение. Тут я хотел повторить еще раз эти 12 факторов, но вы можете их прочитать, потому что у меня осталось 3 минуты. один репозиторий, один репозиторий, явные зависимости, конфигурация в environment variables, безразличие к локальным или сторонним службам, разделение, сборки, выполнение, приложение как набор процессов, приложение не зависит от сервера, процессы должны быть разделены по типам, быстрый запуск, одинаковое окружение разработки и разработки, журналоги в S&D Out и процессы администрирования и успел. Спасибо за доклад. Спасибо, что так справился. Хорошо, что у нас вылетел свет, само по-моему, мы сейчас запустили генератор и вроде живем. Вопросы? Собственно, у меня только один вопрос, где можно включать презентацию? Все презентации выложим и видео тоже выложим. А я там в самом начале на первом слайде. Сейчас я покажу. Да, вы можете задавать. По изоляции изолежности, я так и сразу разумею, как НВМ допомогает изолювать изолежности. Node.js для меня не родной, но, насколько я понимаю, рвм создает виртуальное окружение, в котором не может быть зависимости, которые не объявлены в, насколько я понимаю, в джейме, в джемфайле. То есть, виртуальное окружение с той версией Ruby, которая должна быть со списком тех зависимостей, которые объявлены, и других зависимостей не может быть. То есть, если запускать без рвм, оно может взять глобально установленный гем и пользоваться им внутри приложения. И, соответственно, получается, что когда вы перенесете приложение на другому разработчику или на продакшн, этого гема там не будет, потому что он не объявлен. Рвм позволяет четко перечислить, что все, что здесь есть, от него достаточно. Никаких глобальных гемов или глобальных клик нет. Хорошо. Дякую. Адрес презентации вот там вот. Спасибо за презентацию. Используйте о насчет вибрации. Вибрации в этом всем где будут при запуске приложения нужны какие-то миграции. они выполняются нарубдологом. Как с этим решить? Оно должно выполняться не при запуске приложения, а как административная задача, которая в самом конце, которая выполняется один раз и вручную. А если например в приложении меняется группа за данным, нам нужно как-то переключить с одной версией приложения на другую. Как решить проблему с версиями миграции? То есть мы переходим с одной версии приложения на другую. То есть нам нужно перезапуститься. Но в этот момент нужно выполнить миграцию. опять-таки эта административная задача не должна делаться при старте приложения. То есть старт приложения должен в любом случае не касаться миграции. В том плане, что система релиза, которая выпускает релиз, должна проверить какая там какая-то страна. Она же проверяет на этапе релиза, когда запуск идет выкатить такую-то версию, она проверяет соответствие миграции и это делает. То есть это не этап запуска, это этап релиза. То есть она один раз проверила перед тем, как за релизе и дальше релиз стартует сам по себе. То есть это должен быть этап сборки на первом этапе. То есть само выполнение не должно применять никакие миграции. Когда уже запущено этот релиз или откачивают от прошу прощения роллбэк до предыдущего релиза. Спасибо. Как насчет зависимости из приложения и еще раз можно? Зависимости приложения и есть плага. Что учитывается в этой части? Фронтенд наверное собирается отдельно. Поэтому я говорил об обэндовой части. Но зависимости фронтенда я понимаю должны выглядеть точно так же. То есть там есть какой-нибудь боуэр который собирает все эти зависимости. Но они же не зависят друг от друга. Но формально не зависят. то есть это два разных приложения которые должны работать по общему контракту. Если это допустим какой-нибудь чистый фронтенд который общается через REST. То есть у них есть общий контракт и они друг от друга не зависят. То есть если нарушение нарушает контракт то это новая версия как должны договариваться вне этих приложений. Насколько я понял вопрос. еще вопросы? Если нету вопросов тогда поблагодарим докладчика. перерывчик и дальше продолжаем. третий.